Печальная статистика. Только одна из десяти оставшихся на зимовку птиц переживет зимние холода и встретит весну. Чтобы помочь пернатам выжить в суровое для них время года, славянские школьники в Северном парке вывесили сделанные собственными руками кормушки и скворечники. Я очень люблю природу, особенно птиц. Еще раньше, пока я был поменьше, я делала из картона кормушки. А сейчас повзрослел, и с папой мы уже делаем более удобные кормушки. Кормушки и домики для зимовки пернатых славянские школьники вывешивали в рамках краевой акции «Покормите птиц», которая проходит каждый год в один и тот же день, 15 января. День проведения акции был выбран не случайно. 15 января родился писатель-фронтовик Евгений Носов, который, вдохновленный стихотворением поэта Александра Яшина «Покормите птиц зимой» и начал одним из первых вывешивать кормушки для пернатых. Начинание писателя поддержали в его родном городе Иркутске. Именно там с 2003 года начали проводить акцию «Покормите птиц». С тех пор она стала ежегодной и проводится уже по всей России. В этом году у нас все школы нашего района приняли участие в этой акции. Я думаю, что будет вывешено более тысячи кормушек только в нашем районе, а по всему краю тысячи и тысячи ребят приготовят вот такие зимние столовые для птичек, будут их ждать, будут их подкармливать и спасут, наверное, множество птичьих жизней. Первоклассник Степан Рябинин к проблеме гибели птиц зимой отнесся очень серьезно. Домик для пернатых он решил сделать таким, чтобы были не страшны никакие холода. Получился вот такой евроскворечник. Мне папа помог его сделать с помощью станка своих умелых рук. Зачем такие скворечники надо вешать? Чтобы птицы не замерзли. Им было удобно и уютно. Кормушки и домики для зимовки птиц у всех детей получились разными. У кого-то большие, у кого-то маленькие, с цветами и без. Но абсолютно все они были сделаны с большой любовью. В таких скворечниках, согретых теплом детских сердец, пернатые уж точно не замерзнут. Анна Монастыренко, Дмитрий Натура, Александра Тимовская, программа «События».